Привет, друзья! На связи с вами Сергей Куликов, он же Моряк, это Фукусы от Моряка, и сегодня у нас на очереди очередной обзор. Колоды, мне кажется, не кончатся никогда, поэтому у моряка всегда будет работенка. Сегодня мы будем обозревать с вами новую колоду от компании Bicycle, это колода Dragon. Bicycle Dragon, ее еще называют Dragon New, то есть новые драконы, да? Колода, как вы видите, сами выпущена в 2018 году, то есть это свежак от компании Bicycle. И очень, черт возьми, удачный свежак. Колода на тему драконов, и, как бы вы знаете, на драконе тема довольно-таки популярна, компания Bicycle уже делала карты с драконами, но эти карты отличаются. Ну что ж, давайте взглянем, во-первых, что мы видим, здесь изображение драконов, такое белые такие драконы, очень круто прорисованы, и вокруг такой зеркальный фон, собственно, надпись Bicycle тоже сделана зеркальным фоном, даже моя камера вон в этом зеркале отражается. Вон я махаю, даже видно. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас надпись Air Cushion Finish, да? То есть это покрытие Made in USA, где сделано, да? Соответственно, в Америке. То есть здесь надпись, что 18-й год, ля-ля-ля. Здесь изображение такое, которое присутствует на рубашке данных карт. То есть здесь мы видим надпись также United States Playing Card Company, Air Cushion Finish покрытие. То есть вот такие вот, вот такая вот коробочка. Очень, кстати, удачные карты, друзья. Если вы сразу же задались вопросом, моряк, черт возьми, все это, конечно, хорошо, но где купить такую красоту? Отвечу, конечно же, в моем магазинчике карт моряка. Ссылочка будет в описании. Обязательно, кстати, участвуйте в конкурсах, которые у нас там проводятся. И выигрывайте бесплатные колоды. Итак, внутри коробка белая. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, у нас здесь есть какая-то рекламная карта, да? То есть нас она мало интересует. Здесь есть у нас такая вот карта с драконами, да? То есть здесь для тех, кто не знает, написано, кто такой дракон. То есть мы видим здесь надпись. То есть драконы это наиболее популярные и мифические, мифологические создания. Да, то есть они типа обитают или там упоминаются в историях многих культур от Европы до Азии. Дракон является символом силы, мощи и удачи. Да, то есть and often place. То есть и в играх это важно, типа как охрана чего-то сокровища. Ну, что-то такое. Я английский так себе знаю, но вот примерно такой перевод. Далее, что мы здесь на рубашке видим? На рубашке мы видим изображение самих драконов, да? То есть рубашка в колоде именно такая. И обратите внимание, у нее нет белого канта. То есть многие ищут колоду именно без окантовки. То есть Bicycle Dragon именно как раз из такой серии. Итак, мы узнали с вами, кто такие драконы. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, Джокеры, да? Что на Джокерах? На Джокерах изображение дракошек вот таких вот. То есть очень круто они изображены. Так прикольно прорисованы. Дракон один черный, один цветной, да? Как положено, собственно, Джокером быть. Один черно-белый, другой цветной. Далее. Туз пик. На тузе пик мы видим вот такую пиковую масть. И изображение вот таких вот драконов. Да, то есть вот такие драконы. Надпись United States Plain Card Company. И погнали в наши масти. То есть шрифты, как я заметил, здесь слегка изменили. Чуть-чуть. Не те, что на байсиклах стандартах. И что мне понравилось, изменили старшие лица. Обратите внимание, Валет Пик это явно такой какой-то самурайский воин. Ну, как я понял, здесь вообще заточено под Японию. То есть именно японские персонажи, японские костюмы. В японские костюмы одели старшие карты. То есть обратите внимание, дамочка. Обратите внимание, королек. То есть обратите внимание, меч. На стандартных картах меч такой более европейский. Здесь меч такой более уже азиатский, такой японский. Обратите внимание, плетенка на рукоятках, то есть такая, какая вот именно в Японии на мечах у самураев была. То есть вот такие вот у нас карты в новой масти, да, соответственно, валет, дама и король. Дальше поехали. Крестья, король, дамочка и Валентин Крестовый, такой вот боец-самурай. И поехали ниже. То есть Крестина убывания. Цвета все те же самые у мастей, кстати. Так, король червовый, дама червовая и Валентин червовый. И, собственно, убывание. То есть все вот это вот. То есть, как вы видите, изображение старших карт изменено. Что касается ходовых качеств, друзья, давайте посмотрим. То есть первым делом попробуем сделать фара, да. Ну, хорошо залазить. Давайте сделаем веер. Ну, вееряться, естественно, не клево. Как еще может быть? Ленточка, само собой, хорошо раскладывается, да. То есть можно ее вот так вот поиграть ей. Но не переусердствовать. А, друзья, да-да-да-да-да-да, я же забыл, забыл. Как же я мог, друзья, забыть это дело. Надо же вдохнуть, как пахнет новая колода. А, черт возьми, как же она хорошо пахнет. Итак, в общем, по ходовым качествам, друзья, класс. То есть карты мягкие, они помягче, чем Bicycle Standard. Покрытие классное, скользят они классно. Ну, в общем, Bicycle, как вы знаете, фигни всякой не делает, да. Поэтому, собственно, картишки получились, как обычно, удачные. Дизайн крутой, мне лично Bicycle Dragon нравится. Возможно, я эти карты подарю, а возможно, оставлю себе. То есть вот таким вот образом все у нас здесь и происходит, да. То есть, пожалуйста, можно тасовать. По-всякому, карты удачные. Напоминаю, что по ссылке в описании вы можете купить такие карты в моем магазинчике «Карт Моряка». И, как говорится, стать счастливыми обладателями классных драконов. Ну что ж, друзья, это была колода Bicycle Dragon. Она же Bicycle Dragon New от компании Bicycle. Ну что ж, а на этом все. На связи с вами был Сергей Куликов, он же «Моряк». И до хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.